мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочное служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветания не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас продолжение темы продажи масла это второй урок на эту тему это продолжение первого урок которого все уже давно ждали я уже тоже заждался за не терпение вещь чтобы вам все-таки этот урок преподать и это друзья мои откровение потрясающе это откровение которое сопровождает все мое служение всю мою жизнь потому что как я и говорил в первом уроке люди некоторые служители они говорят на мне есть помазание почему мне так мало денег приходит почему такое обеспечение скудно я даже слышал стоны некоторых служителей которые говорят как мне это все надоело служишь служишь и служишь служишь а вот изобилия что-то не видно и не видно и в моей жизни тоже так было и я хочу сказать что я тоже недоумевал почему столько усилий столько стараний столько посвящения столько мало денег до тех пор пока вот отец мне не преподал эту науку которая которая открывается сынам наука как продавать помазание звучит это очень жесткая я говорил об этом но на самом деле сам иисус он сказал купи у меня и для того чтобы понимать тему этого урока который я сейчас буду говорить нужно обязательно посмотреть еще раз его первую часть если ты сейчас просто включил этот урок и тебе кажется я помню там о чем речь шла помазание там как это все важно тебе надо сейчас взять и посмотреть первую часть этого урока потому что она очень взаимосвязано одно вытекает из другого но вкратце я напомню что я говорил почему иисуса он называет почему отец почему сын называют помазание товаром и это прежде всего для того чтобы человек который связан с этим он понимал что помазание это не какая не не просто слова что помазание это физически что помазание это ощутимая ну если так можно сказать ощутимая выгода ощутимая польза ощутимая услуга ощутимое наделение то есть это не просто слова о touch помазание на тебя и наш человек как был каким был таким остался поэтому мы называем эти вещи наделением то есть что-то дал да и павел он также говорил такие слова я иду вам преподать некое благословение то есть он говорил об этом что он несет как будто что-то с собой петр говорил что имеют и даю да то есть он говорит я это имею я это могу дать потому что в основном те кто не умеет работать с помазанием они говорят мы помолюсь а там как господь нет 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 за такое деньги никто не платит но если и платят то это просто религиозная система назначение ценников за молитву там еще за что-то ну на самом деле помазание она как мы говорили она сама возбуждает в человеке желание давать у него есть такое свойство трехстороннего договора двое взаимодействуют помазание между ними как третье одному платит второго побуждает платить если тот не платит он просто еще не в царской позиции мы сегодня об этом поговорим да тот кто высвобождал это помазание получит свою плату из другого места что это означает что помазание помните как отец говорил такие слова что как снег и дождь они идут на землю напитывают взращивают урожай так и слово моё он говорит высвобожденное не возвращается назад не исполнен в помазание заложена плата то есть сам иисус он даже как подкалывал ребят которые пришли с евангелизации он говорит ну чё нуждались в чем-то они это ты чё там ушли там босыми вообще пришли в дася там знаешь и как бы то есть и напихали им там нормально одежды еды он специально беру денег не берите в поясы ну поясы там сумочки эти да вот значит не берите денег с собой там двух по обуви то есть вообще то есть он специально их раздел чтоб показать что они придут в полном порядке да вот такими одеты от разных там versace короче ну вы поняли я шучу друзья конечно с юмором на самом деле смотрите с каким вызовом он это говорил он горит ну что то есть смотрите они пришли к нему они нам гребесы нам повинуются там но он там и так прокомментировал но что интересно один из первых вопросов внимание один из первых вопросов которые задал иисус своим ученикам нуждались ли вы в чем-то имели ли в чем-то нужду то есть он хотел чтобы они отметили этот момент что служение это все всегда выгодно и даже тут споров нету моя тысячу раз приводил эти примеры служение должно быть выгодным так что из-за выгоды служить нет дело не в том что ты идешь из-за выгоды служить но ты должен знать просто что служение всегда выгодно всегда потому что помазание внутри помазания внутри этой субстанции заложено оплата заложено если так можно сказать сила производить оплату в твоей жизни вот не зря он справнивает свое слово с высвобожденной силой для урожая то есть и помазание когда ты его высвобождаешь она выходит из тебя и всегда производит урожай и павел об этом как я уже говорил в первом уроке на насчет помазания он говорил если мы посеяли в вас духовное видите помазание рассматривается как семя которое производит урожай велико ли то если пожну и вас телесное то есть помазание есть сила жатвы невозможно высвобождать помазание не получая никакого урожая иисус он радовался этом он хотел чтобы они прочувствовали петр у него спрашивал что мне будет если я буду наш твоим последователем он говорит да все у тебя будет на сто процентов там дома и все такое все что тебе надо вы помните это да и я хочу сказать дорогие друзья что на самом деле нам всем нужно это знать особенно тем кто хочет служить в помазание и только этим и заниматься вам нужно очень сильно просканировать свою внутренность вы сами вообще верите что помазание она способна вас кормить способна вас одевать что помазание способна приносить многоценное имущество ваши дома и конечно еще раз еще раз мы говорим что здесь надо четко разобраться в приоритете есть знаете вот как художник например нарисует картины не для того чтобы быть богатым но но он хочет чтобы это приносило прибыль и это нормально но если вдруг какой-то человек думает так например мне нужны деньги дай-ка я картину нарисую понимаете то есть вы не следует тому чему он предназначен и ну его картины будут как в одном фильме что такая картина когда о которой говорят да это просто какой-то чудак нос расковырял и вот это красное пятно на бумаге это на картину не очень похоже да поэтому смотрите дорогие сейчас мы будем я несколько шагов скажу я хочу чтобы это очень практично послужило тем из вас кто вот хочет двигаться именно таким образом если ты думаешь я сразу хочу предупредить тебя если ты думаешь вот а я все равно больше ничего не умею да я вот это буду проповедником пусть мне деньги там платят или еще что-то это фальш старт на самом деле тебе нужно уважать помазание очень сильно сейчас мы за это будем говорить и еще раз еще раз третье напоминаю раз что мы делаем это не из-за денег как только у тебя приоритет в голове поменяется что ты делаешь это из-за денег ну то твое служение что называется начинают идти уже не в ту сторону и многие погорели на этом поэтому как скажу так грубо даже что у меня с моим помощником был такой диалог он говорит слушай я здесь не из-за денег игру конечно ты здесь не из-за денег если ты был из-за денег здесь ты бы здесь не был вот потому что мне в служении проституция не нужно на это вот найти делать это из-за денег это проституция самое настоящее именно поэтому пётр когда его симон обратился к нему говорит вот деньги сделай мне помазали найти его гнев был именно об этом практически я так думаю ставлю себя на место петра играть и что тут знаешь это стриптизер что ли что я ты мне деньги принес а я тебе свои услуги буду оказывать убери это вообще отсюда и в одном из своих эфиров я также приводил примеры когда люди мне говорили выйди со мной на видеосвязь там я я уже сильно тут держу приготовил ты заманивали меня семенем я говорю я не даже не выйду на связь при вы поверьте я то что у меня есть у меня стоит намного больше чем вы можете предложить ваших денег мое уважение к помазанию друзья мои уважение к помазанию она и производит те вещи которые производят я уважаю я его не продаю и такое вступление хочу сказать вот сразу что продающие масло помните термин такой идите к продающим масло возьмите у них есть почему сам иисус до рассказывая эту притчу он употребил что есть продающие масло не раздающие а продающие он говорит купил меня есть другое место он говорит вы даже те у которых денег нету идите и покупайте там вино молоко и масло странно как можно вообще покупать если нету денег вот эти вот идите покупайте даже те у кого нету денег подумайте над этой фразой идите покупайте даже те у кого денег нету кого серебра нету идите покупайте это означает что когда ты думаешь у тебя нету денег и у иисуса есть вариант для тебя и мы к нему еще подойдем и так продающее масло это не какие-то бомжи которые побираются на служение это надо вот всем понимать вот подумай сейчас эту мысль когда ты хочешь стать продающим масло ты должен понимать что ты не должен как минимум выглядеть и мыслить как какой-то нищеброд который за неимением никаких умений он решил изображать помазание чтобы ему давали деньги нет это не побирание это значит что когда ты будешь служить помазание ты не будешь в это время думать на дайте денег дайте денег дайте денег вот это не произведет ничего и даже скорее всего 6 помазанием с его явлением будет очень все скудно и помазание как я уже сказал всегда приносит доход скажи со мной помазание всегда приносит доход потому выглядит как бизнес царство божье как мы говорили подобно купцу и вообще это высшая честь когда ты осознаешь что у тебя есть лицензия на продажу масла лицензия что такое лицензия это когда ты понимаешь что у тебя есть полномочия высвобождать помазание получать обеспечение и цена этого масла как мы уже говорили в первом уроке цена этого масла вся жизнь у него нету ценника у него нету ценника который можно было бы измерить в долларах в евро там в каких-то других валютах в золоте нету ценника цена жизнь то есть спрашивать сколько стоит это тоже самое если я тебя спрошу сколько да как я говорил дать тебе денег за твою жизнь какой смысл в деньгах если нету жизни амин что еще важно помнить о масле для чего вообще оно нужно когда ты высвобождаешь помазание в чью-то жизнь ты должен понимать и сам знать это для чего мы это делаем зачем ему помазали чтобы он тоже его продавал не помазание внимание это вход в сверхъестественную жизнь она начинает тебя учить созерцанию дам пророческим вещам то есть помазание делает человеческую жизнь сверхъестественной и поэтому когда павел говорил велико ли то если пожнем у вас телесное посев духовно это звучит вот так если я тебе в твою если я в твою жизнь принес сверхъестественное велико ли то если я от тебя приму естественное то есть я тебе сверхъестественное то есть то через что ты сможешь обогатиться очень сильно и даже финансово если ты мне давай какие-то деньги после этого это вообще не что это равносильно как я тебе подарил бизнес а ты мне просто отвалил чуть-чуть денег знаете вот ну что-то вроде этого масло дает совершенно другой уровень жизни то есть когда ты смотрите на что он например на заточено мое служение до мое служение заточено чтобы люди у них открывались глаза сверхъестественные возможности сверхъестественное преуспевание там процветания я настаиваю чтобы это происходило настаиваю иначе в чем тогда смысл этих рассказов этих этом проповеди в чем смысл помазание то есть моя проповедь она все как написано явление духа и силы что такое проповедь это канал поставки помазали я пленяю твое помышление в послушание чему христу то есть помазание я говорю что-то твое сознание это улавливает образуются каналы по которым поставляется масло по сути мой разговор с тобой моя проповедь тебе она и нужна только нам для того чтобы образовался между мной и тобой канал как в бензобаке я вставляю это да и пошло в тебя что после этого происходит давайте вот если на примере уже с бензином да я вставил этот пистолет в бензобак нажал и делаю вид что те шо-то наливают там ля-ля-ля-ля-ля-ля ты садишься машину очень легко проверить налил или нет даже если стрелки что-то там показывать очень легко проверить завел и поехал и вот смотришь значит машину затолкал на бензоколонку руками завел ее думая что тебя чем-то заправили а ничего не поехало и ты понимаешь это был спектакль поэтому каждый служитель который хочет двигаться в помазание чтобы все за это заплатили на бензоколонке там я извиняюсь за бензин заплатили каждый служитель должен радеть о том очень сильно чтобы через тебя происходило реальная перемена в жизни из естественной внимание сверхъестественную это главная задача помазания которая написана учит всему и так масло небесно это вход сверхъестественную жизнь масло помогало войти в сверхъестественную жизнь в торжество успех многим людям и в нашем служении это очевидно масло дает совершенно другой уровень жизни и надо всегда когда ты служишь помазанием знаете почему он не дает деньги потому что вы сами его не цените ты должен понимать что масло это дико дорогая вещь дико дорогая то есть когда у тебя вот мышление такое я видел такую картинку сидит музыкант в ресторане а значит значит и пишет ну вот такой музыкант как бы там наверное начинающий и пытается писать произведения рядом курица лежит ему не до курицы он там музу ищет знаешь вдохновение а возле него скрипач играет там виртуозно прямо там и у него такая мысль о курице он играет на скрипке но ему деньги нужны чтоб поесть и вот иногда служители помазания они вот так и выглядят они они думают возьмите хоть кто-нибудь моё помазание и дайте денег и это плохо работает друзья мои знаете как работает мне нравится вот этот пример или и бедные вдовы он пришел она еды здесь нет он говорит тащи что есть жизнь будем нормально все и давай сюда то есть он был уверен что знаете как и не не просто там а можно для вас какое-то чудо сделать эти поесть давай сюда жизнь будем хорошо у меня помазание принес я умею высвобождать поток я не зря учился у этого потока сидел вороны носили мне еду а ты мне сейчас горишь сидим и умрем все у меня будет круто и у тебя тоже тебе повезло что я к тебе пришел а между прочим ему сказали что это вдова будет его кормить представляете это очень круто и поэтому павел в контексте еще раз я хочу эту мысль чтобы вы понимали цена цена за помазание это твое отношение к нему ты сам должен оценить ты должен понимать что любые деньги внимание теперь слушай внимательно любые деньги которые тебе дадут после проявления помазания услышишь меня это не цена это не цена потому что если у этого есть цена выражаемая финансах то значит помазание меньше чем деньги его можно купить за деньги значит деньги больше помазание за деньги купить нельзя потому что помазание само приобретает деньги представляешь помазание покупает деньги то есть помазание больше чем деньги если ты этого не понимаешь если у тебя несмотря там на голод знаешь может быть иногда какие-то испытания там ну типа испытания декорации ты вдруг начинаешь мыслить это толку с этого помазания если денег нету это вообще А Павел, он в себе это культивировал. Я вижу это из его учения. Он говорит, да, это вообще ерунда, что вы там дадите. Вот то, что я вам дал, это круто. Понятно. С этим ясно. То есть, постоянно возвеличивай помазание в своих собственных глазах. Помазание это... Кто-то меня спрашивал, как заморочиться на помазание? Ну, вот ты говоришь, заморочишься на помазание? Ну, как? Знаешь, о чем можно сказать, что ты на чем заморочился? Когда для тебя это просто вообще потолок. Ну, знаете, как есть люди, морочатся на какой-то машине. Для них это, вау, хочу такую машину, хочу такую машину. А вот помазание, это вот как заморочиться. В твоих глазах это просто, это роскошь. А когда ты, знаешь, чувствуешь себя человеком, у которого там что-то там есть внутри, кому бы всунуть это? Хоть бы денег дали. Вот как этот музыкант с курицей. Да что твоя муза, типа, вот, на, я тебе поиграю, дай курицы поесть. Это не то. Есть, друзья мои, вопрос радикальный. Если у меня есть помазание. Вот я же знаю, что я помазан Богом. Помазан быть Богом, помазан на счастье, помазан на служение. Значит, почему мне, ну, не приходят деньги, да? Есть отличие. Иметь помазание и служить помазанием. И разница в этом вот какая. В основном, когда ты ощущаешь на себе помазание, и тебе хорошо, ты его переживаешь, это для еды. То есть, практически помазание является твоей пищей. Оно поставляет тебе правильные эмоции, поставляет тебе сверхъестественную жизнь. То есть, оно напитывает твою жизнь. Для того, чтобы это помазание перешло, или, как правильно сказать, уметь наделять этим помазанием, вот точно так, как ты, человек не несет продавать на базар еду из своего холодильника. Не несет. Продавать на базаре нужно то, когда у тебя в холодильнике есть, чтобы тебе самому с голоду не умереть. Потому что ты, когда продашь свою еду, или продашь свою там одежду, что ты дальше будешь делать? Поэтому есть попытки, внимание, вот всем, кто хочет с этим иметь дело, есть попытки иногда продать свое собственное помазание. Когда у тебя нет ощущения избытка помазания, ты начинаешь служить, как еще есть такие примеры, как твой фитиль этот, из-за которого масла уже как бы нету, а фитиль коптить начинает. То есть, человек пытается свое собственное масло, которое предназначено ему для еды, ему для жизни, кому-то наделять. Это очень неправильно. Потому что продажа осуществляется тогда, когда много. Ибо у меня много. Вот тогда я иду и продаю излишки. Я не продаю свое. То есть, еще раз повторяю, никто не продает свою еду и свою одежду. А дальше что? И в Ветхом Завете даже говорило, что за долги не забирали. Одежду и последнюю еду за долги не забирали. И кровать из-под человека не доставали. Потому что, а что он дальше? Он умрет с голоду. То есть, нельзя так делать. И отличие помазания для себя должно быть от помазания для служения. Для служения помазание – это избыток помазания. Его должно быть больше, чем надо тебе. Не знаю, понимаете ли вы до конца эту вещь. Особенно те, кто, возможно, вообще еще не двигался в помазание. Так вот, прямо, чтобы его ощущать, кушать. Ты не можешь, то есть, ты, еще раз говорю, ты не можешь продавать свое помазание. Тебе надо иметь избыток. И для того, чтобы тебе платили за это, для того, чтобы ты видел, как это работает финансово, тебе надо заботиться об избытке. Поэтому, когда закончилась маслица у нерадивых этих дев, им сказали, есть продающие, у них много, у них избыток, вот идите к ним. Радивые девы, нормальные, да, они имели запас. То есть, они, вот, нормальное мышление это иметь многое. Но не поделились, кстати. Правильно сделали. Свою отдавать нельзя. То есть, представьте, что, давайте я в заключение вот этой мысли скажу пример. Например, девы, которые имели запас, они имели его для себя. Они не то, что даже не продали, они не раздали, не поделились никаким образом. Помазание, которое нужно для того, чтобы тебе жить, для того, чтобы... Я тебе такой пример приведу, как это вот реально, практически. Бывает, что у тебя есть помазание, предназначенное для тебя. Ты выходишь служить или идешь к каким-то людям, помогаешь, а потом чувствуешь себя обессиленным. Вот обессиленным человек себя чувствует, когда он отдал свое помазание. Этого делать нельзя, потому что твое сознание, твое тело будет пеленговать этот опыт и всячески противится служению дальше. Потому что это очень дурацкое чувство, ущербное чувство, когда ты отдаешь то, что должен съесть. Нельзя этого делать. Нельзя. Вот это хороший пример. Вот это, еще раз говорю, чувство, когда ты послужил другим и обессилел. Меня иногда спрашивают, ты устал практически за все мое служение, и я очень слежу за тем, чтобы, когда я служу, не уставать. Почему? Потому что усталость после служения – это верный признак того, что ты отдавал то, что отдавать нельзя. То, что должно было кормить твою силу, то, что должно было поддерживать тебя в тонусе, ты отдал другим. Возможно, это выглядит геройски, но, если честно, это выглядит дурацки. Потому что умный, как написано, человек, вот эти девы, они запаслись двойным, то есть с запасом, чтобы быть хватило и тебе на все, что тебе надо, и на служение. Ведь девы они встречали, это было их служение, их надо было встретить жениха. Им должно было хватить и себе, чтобы поспать, и светильник горел. Помните, они заснули, светильники горели, проснулись, у этих потухли, у этих горели, и у них был запас. То есть личного помазания не предполагается, чтобы ты его отдавал. И поэтому, когда люди, они иногда говорят, я служу до изнеможения. Помните, Иисус кому-то говорил, ты трудился во имя Мое и не изнемогал. О, это движение в помазании. Когда человек говорит, я тружусь до изнеможения, и то делаю это, я сразу понимаю, а где помазание? Потому что, когда Павел говорит, я больше всех их сделал, знаете, что он потом сказал? Не я, впрочем, а благодать во мне. Вау! Он говорит, ну не то, что я тут устал, просто благодать работает, а я только успеваю ногами перебирать, чтобы за этим мотором успевать. И все. Вот так оно выглядит. Может быть физическая усталость, но это даже другая усталость. Когда ты устаешь, служа под помазанием физически, ноги болят там, долго стоял, оно как-то все нормализуется, быстро проходит. Артриты у тебя не развиваются, потому что помазание заботится обо всем этом, чтобы с тобой было все хорошо. Если же ты свое отдаешь, случится так, что у них, возможно, произошло какое-то наделение, а у тебя начнутся болезни, нехватка и прочее, потому что ты отдал свою еду. Запомните, это очень важный урок. Ты не сможешь так торговать. Торговать нужно от избытка. От избытка. Амин. И важно этот избыток внутри себя обнаружить. Внимание. Важно избыток в себе обнаружить. Апостол Павел сказал, он обнаруживал в себе это и сказал такую фразу. Но мы носим в себе преизбыток, но преизбыточествующая сила, говорю, цитирую дословно, но преизбыточествующую силу эту носим мы в глиняных сосудах, чтобы эта сила была приписана Богу, а не нам. То есть, он говорит, что я вижу себя каким-то сосудом, и в котором преизбыток силы. Знаете, он не волочил. Павел не был человеком, который... Он был очень бодрой личностью. Только будучи очень бодрой личностью, можно проделать столько тысяч километров. Знаете, вот обойти все, что мы катали вас по Турции, видели какие широты там. И это просто. Только бодрый человек, реально движок может так ходить. Откуда у него такая сила? А он говорит, да преизбыток силы. Поэтому важно в себе этот преизбыток обнаружить. Вот секрет. И теперь я хочу сказать несколько слов, как я обещал в предыдущем уроке. Как обнаружить этот преизбыток? Чтобы этот преизбыток у тебя был ощутим. Чтобы у тебя был ощутим, его нужно умножать. То есть, заниматься преумножением помазания. Можно ли помазание умножить? Конечно, можно. И нужно. Почему? Потому что вообще все, что попадает в твои руки, должно преумножаться. Если ты хочешь иметь дело с помазанием, если ты хочешь иметь дело с избытком помазания, тебе надо знать, как оно умножается. Оно не умножается только покупанием у продающих. Масло примерно выглядит как талант. Вот есть человек, наделенный талантами. Оно выглядит, как помазание, как талант. Когда у тебя есть талант, и ты движешься, как в своей теме. Рисуешь или еще что-то. Вот Богом так задумано, чтобы все люди, которые движутся именно в своей теме, имели, знаешь, выхватили свою судьбу. Они нормально взяли там денег, у них все устроилось. Не прыгали с дела на дело, там, знаешь, вот занимались своим. И может ощущаться масло, как много или мало. Это не значит, что, друзья мои, внимание, это не значит, что добавится или отнимется. На самом деле ощущение, это как будто датчик твоего собственного отношения к наличию. Вот когда ты говоришь, что-то у меня мало помазания. Знаешь, что это означает? Что твои чувства, они как будто оторвались от богатства, которое у тебя есть. Тебе надо просто подумать об этом, взять, вот как возгревать это. Подумать, 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 рассмотреть, посозерцать, вспомнить, что у тебя все в доступе. И вдруг чувство помазания двинется по тебе. И все. Это не значит, что его станет больше или меньше, потому что доступ ко всему помазанию есть у каждого Сына Божьего. Абсолютно все помазание на тебе. Но есть чувство, как будто датчик, который иногда играет против тебя, ты его не чувствуешь. И я забочусь о чувствованиях. Написано, в вас должны быть чувствования, как в Духе Животворящем, во Христе. Это означает, некоторые люди меня критиковали, говорят, у тебя там типа на чувствованиях. Я говорю, слушайте, я научил этим чувствованиям тысячи людей, они начали других исцелять. А вы у них забрали чувствования. Вы понимаете, что все, что вы сами, лицемеры, делаете в жизни, это чтобы словить эмоцию. Пережить что-то. И стремитесь к лучшим эмоциям. Почему же, когда вы имеете дело с Богом, вы хотите научить людей быть, как Шекспир писал, подобно мраморному предку? Знаете, зачем же человеку с теплой кровью стоять подобно мраморному предку? То есть, я хочу, чтобы вы поняли, что помазание, оно делает человека живым, оно делает человека подвижным, бодрым, как Павел. И поэтому ощущение помазания, у нас есть много видео, которые рассказывают за помазание. Вы обратитесь к ним, я сегодня не буду вам говорить эти вещи, потому что у нас курс многогранного процветания. Есть видео, где как переживать его, как вот с потоком дело иметь, знаешь, как вообще обращаться с помазанием. Хочу сказать только несколько вещей. Помазание есть в изобилии. Его только можно чувствовать много или мало. И поэтому мы когда говорим мало помазания, мало почувствовали, вот что мы имеем в виду. Не мало помазания, потому что славы полна вся земля, а мало почувствовали. То есть, нужно уметь подключаться чувствованиями. Поэтому для меня был вызов большой чувствовать помазание. Я говорю, я хочу чувствовать его, отец, я хочу чувствовать. И я когда готовлю служение, как вы думаете, как я запасаюсь помазанием? Я стараюсь его сильно ощущать. Я хожу, я поднимаю руки, оно течет, течет. Вы думаете, когда я говорю, оно течет, я всегда чувствую, что оно течет? Когда уже к вам выхожу и говорю, течет, я чувствую, что оно течет. Но когда я за кулисами нахожусь, я иногда не чувствую, я говорю, течет, течет, течет. Настаиваю на этом. И знаете, что происходит? Ну, можно себя заставить чувствовать это. Может, я себе что-нибудь накручиваю. Вот смотрите, как это работает. Это моя рука. Моя рука. Я говорю, я сейчас подниму свою руку и поднимаю. Рука послушивает. Это моя голова. Моя голова. Сейчас я поверну влево и вправо. Все работает. Это мои чувства. Мои чувства. Значит, сейчас я буду чувствовать. Как я поднимал руку, как я ворочал голову, так и чувства мне подчиняются. И, кстати, забегая на будущее, это и есть секрет сверхъестественных возможностей тела. Это мое тело. Мое тело. А жизнь сверхъестественная. Это моя сверхъестественная жизнь. Все упирается опять во владычество. И поэтому говорится, владеющий кем? Владеющий кем? 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 Собой. Собой владеющий. Это владеющий чувствами, владеющий эмоциями. Оказывается, это возможно. И чувствовать помазание, это тоже возможно. Это очень желательно. Это надо. Поэтому, чем больше ты его ощущаешь, что дает ощущение помазания. А зачем его больше ощущать? Может, просто верой, типа, друг мой. Чем больше ты ощущаешь помазание, тем больше вдруг ты обнаружишь дерзновение его изливать. Ты будешь говорить, о, у меня его много. Почему? Я чувствую, оно прямо ходит во мне, оно течет по рукам. Надо кому-то отдать. Тащ! Бах, и человек исцелился там. Или упал. Или что-то пережил. Понимаете? Внимание. Итак, я говорю, чем больше ты его ощущаешь, тем больше у тебя будет дерзновение этим пользоваться. Чем меньше ты его ощущаешь, тем больше для тебя это знак. Надо умножать, а не проедать. Например, вот как я говорил, что если ты говоришь, я не чувствую, я не чувствую. Но помазание, смотрите, друзья мои, оно иногда внутри тебя работает, что вот даже, сейчас скажу, помните, говорим, помазание учит вас всему. У тебя, когда плохое настроение, и у тебя в голову просто бывает залетает какая-то светлая мысль, которая сглаживает это состояние. Ты не знал, но это помазание. Оно ведет тебя в эти чувствования. Оно не хочет, чтобы ты грустил. Оно, знаешь, природа Божия, она тебя успокаивает. Бог написано, утешитель. Помазание еще утешает. Если тебе в твоей депрессии удалось утешиться, и ты говоришь, ну я там просто фильм какой-то посмотрел. Да нет. Бывает, что помазание даже фильм тебе подсунет. Такой, что ты утешишься. Там встречный человек какой-то. Ну что-то сделает для тебя. И ты даже не осознаешь, что ты его как проедаешь, ты его ешь. Тебе надо сказать, слушай, ну просто, а давай я не буду так небрежен с этим помазанием. Оно служит мне, я люблю его, я хочу, чтобы его чувствовал больше. И поэтому, как люди проедают его. Это то, что я привел пример, это еще мелочи жизни. Они иногда, пережив помазание, бегут его скорее куда-то, пользоваться преференциями. Знаете, я видел такие начинающие служителя. Там кто-то что-то, он помолился, кто-то что-то через него пережил. И там вот такая уже позиция. Значит, он уже такой в голове гоняет мысли, где там карточку свою повесить, чтобы ему денег дали. И там, значит, он пользуется, начинает уважением людей, знаешь, такое, типа, да-да, ну я помазанник там, знаешь, такой важный вид принимает. Это все. Вот чуть-чуть через него что-то там произошло. Какое-то пророчество вылетело. И это, знаешь, там, вот это как звездная болезнь помазанника, она тоже существует. И самое главное, что она существует не только у тех, кто уже известен, а внизу ее еще больше. Потому что тот, кто поднялся вверх очень сильно, стал известен, он уже что-то прошел, то, чего никто не знал. И поэтому он не хочет этих падений, он не хочет этого всего. И помазание нужно умножать, а не проедать. Не спешить пользоваться никакими преференциями до управления. Вот это роскошью, славой. Вот представьте, я служитель, у меня до сих пор машины нет. Много лет нет. Даже этим летом хотел себе купить и передумал, представляете. С кем-то поделился, говорит, вот за что ты мне нравишься, сказала сестра. Она говорит, за что ты вот мне нравишься, пастор, что вот не спешишь ты вот эти Мерси себе покупать там и все. Я говорю, да я спешу, но вот пока не купил. Поскромничал. Ну, я просто говорю за то, что я их не покупаю, не покупаю машину не потому, что у меня возможности нет. Вот понимаете, я просто не спешу. Я хочу, чтобы это было красивенько все. Чтобы это было не просто там провел пару проектов, кто-то тебя благословил, побежал уже там, знаешь, это. Все потихонечку. Мы с Олей, конечно, мы радуем себя, чем-то балуем, что-то покупаем, но мы аккуратненько это делаем. Мы не кидаемся на деньги там, ну этого всего нет. Почему мы, я так себя ставлю? Мудрый Соломон говорил, что когда ты алчен, поставь преграду в горло. Не спеши, есть, не зарься на эти царские яства. Подожди, подожди. И я думаю, действительно, зачем? Давай я буду стремиться к управлению. Я хочу научиться владеть помазанием, владеть этими приемами высвобождения. У меня получается все лучше и лучше, чудес все больше и больше. То есть вот это мне важно. Как я все время люблю говорить, помазание моя прибыль, помазание моя прибыль. Но тем не менее, при избыток, как умножать? Как умножаться в этих ощущениях? Прежде всего, при умножении масла это, первое, возгревание дара. Сейчас я скажу за это чуть-чуть еще, где вам помните, обратимся, посмотрим, что притча об этих девах с помазанием. Притча, вот когда мы говорим, не чувствую помазание или закончилось. Вот эта притча, она показывает, что помазание может типа заканчиваться. У тебя возникает чувство, что его нету, твоя несостоятельность в отношениях с женихом, там, ну, с Богом, да, как бы с отцом. Вот, и это не о помазании вообще, а о помазании для огня. То есть вы помните, что их помазание нужно было для служения, светить. То есть избыток, как мы уже говорили, помазания, он должен проявляться внешне. Вот это было помазание для огня. И масло этих дев, оно было для служения. И знаете, что там было? Оно влекло привилегию подъема. Они вместе с этими светильниками и с женихом должны были войти во что-то новое. Туда, за ворота, в торжество. И это не о том, что их в аду оставили. То есть есть какой-то, как мы говорим, движемся из славы в славу. Помазание в этом нам помогает. И это было не то помазание, которое для еды, а для света, внешнее. Понимаете, да? То есть нужно, чтобы у тебя было и то, и другое. Ну, давайте. Как приумножать масло? Возгревание дара. Есть такой термин. Возгревание. Почему именно этот термин? Потому что все знают, что нагревание расширяет вещество. Почему мы все время пользуемся таким термином, как я говорю, внутренность расширяется? Я пережил это. Пережил это и расширение. Вот если брать это по закону физики. Нагревание вещества расширяет его. Да, вы знаете, там в воду нагреваешь, она начинает выплескиваться из кастрюли, бурлит там, ну и так далее. Его становится как будто бы больше. Объем его становится больше. И это о том, чтобы ты сам чувствовал, у меня много, я могу давать, что имею. Вот смотрите, Петр, когда говорил, что имею, то и даю, его распирало. Он шел, буквально искал, куда слить этот избыток. Его внутренность, она расширялась. Они только что что-то переживали там на молитве. Его внутренность распирало, он понимал. Он с такой уверенностью сказал, что буквально, что имею, то и даю. Не звучало, как отдам последнее. Он говорит, деньги ничто. Я тебе сейчас дам то, чего точно тебе надо. И он говорил, я даю тебе от своего избытка. Его дерзкая речь звучала именно так. Я даю тебе от избытка. Что чувствовал в этот момент Петр? Подумайте об этом. Ведь он конкретно понимал, что сейчас этого инвалида он поднимет на ноги. Это же как? Он еще не поднял. Знаете, это не выглядит, как у нас иногда. Сначала попробовал поднять, а если вдруг поднял, ты сказал, ну это от избытка, помазание. Он сказал до того. Вы представляете, что бы было, если бы этот человек не встал. Все, служение закончилось. То есть он чувствовал. Я не верю, что Петр мог сказать, что у него что-то есть, если он этого не чувствовал. Он был исполнен этого чувства. У меня столько много. Я тебе сейчас отсыплю просто по щедрости своей, потому что у меня девать некуда. И вот на тебе. И он, знаешь, поднял этого. То есть нагревание, то есть они там нагрелись на молитве до такой степени, что девать стало некуда. Вот оно, вот оно. И я даже специально не использую термин «исполнялись духом», потому что это заезжено. Но вот нагревание такое, как образ расширения, внутренности, когда там от избытка уже просто тебя распирает. Я вот в такие моменты ощущаю сильное состояние портала. Ну вот твоя внутренность там буквально расходится. Там как кусок такого масла нагретого, густого. Оно расходится. Я чувствую, что я как будто открытый становлюсь. И это правда. Начинает течь. Вот это я просто вам секреты свои рассказываю. Начинает течь. И это о том, чтобы я сам чувствовал. Я имею, могу давать, что имею. Иисус предлагал одежды, золото, огнем очищенное, мазь глазную. То есть он сам их имел. Он начальник веры, он одежда, он помазание. И невозможно что-то предлагать, чего ты не имеешь. Помните, Павел, когда спрашивал у ребят, он говорит, вы приняли помазание? А те говорят, да мы и не знаем за помазание. Он говорит, сейчас узнаете. И дает им. То есть он взял и высвободил. Помазание сошло на них. Точно так Павел имел эти чувствования. Он знал, что оно у него есть и он может это дать. Если нету избытка внутри, ты не можешь иметь ощущение, что ты можешь дать. Тебе надо реально постоянно умножать, возгревать это. Как возгревать? Ну давайте такой пример приведу. Что помните, когда человек хочет кого-то проклинать, написано, его язык воспаляем от гиены. То есть слова, они, во-первых, насыщают чрево. На этом надо вам смотреть, друзья мои, видео о помазании. Все происходит через слова. Лично я возгреваю себя так. Я созерцание включаю, это первое. Но даже если созерцание не включается, я начинаю просто говорить. Внимание, говорить, стараясь что-то почувствовать. Как я сказал, чувства, они мои. Точно как я могу поднять руку, я могу поднять в себе чувства. Я поднимаю в себе чувства. Я говорю, хожу и говорю себе, преизбыточествующая сила, преизбыточествующая помазание во мне, движется во мне могущественно. Вы слышали, отменяете слова там сотни раз. И это работает. Оно возгревается, расширяется и течет. Второе, первое. Итак, возгревание, вы запомнили. Второе, немножко такой у нас урок связан с тем, что я еще говорю, как это помазание. Мы говорим за умножение только потому, что без умножения ты ничего не продашь. Нельзя продавать свою еду. Первое, значит, возгревание. Второе, преломление. Помните, Иисус использовал для умножения метод преломления. Что такое преломление? Преломление это поделиться. Когда тебе кажется, что у тебя происходит это расширение, что у тебя есть чувство уже хоть какого-то избытка, что надо делать? Идти преломлять. Служение всегда делает тебя источником, провоцируя выход помазания наружу. Сначала я хожу у себя по комнате и говорю, сила движется во мне могущественно. Я чувствую, я переживаю это. Потом я выхожу к людям на служение. Или просто, не обязательно это в зал. То есть не надо визуализировать мое служение. Вы можете просто иметь дело с человеком. И кто-то скажет, ну в зале выгоднее, наверное, проповедовать. Там денег больше дадут. Друзья мои, я хочу вам сказать, что первые деньги за служение я получал от единичных людей, которыми я служил где угодно. Бывало так, что даже вспоминаются такие примеры, что молишься за кого-то в деревне какой-то глухой, и бабушка вцепится в тебя за одежду, и она не отпускает тебя, пока ты у нее эти 5 рублей не возьмешь. Потому что, ну там, понимаешь, что там в Беларуси у нас 5 тысяч было. И она говорит, ну что вы меня обижаете? И ты, тем не менее, уезжаешь с этой деревни, и там тебе и продуктов надают, и еще что-то. Вот это было в моей жизни такое. Поэтому, когда я сегодня проповедую тысячам или сотням людей, то это, ну это не с этого начиналось. Но в те дни, друзья мои, были люди единичные, которыми я служил один на один, и вдруг они доставали, и это были не бабушки такие, доставали нормальные деньги, давали. То есть я радовался, я думал, даже в те дни еще размышлял, как бы так сделать, чтобы все время так было. Потому что оно неконтролируемое. До тех пор, пока отец мне не сказал, послушай, не думай про деньги, думай про приумножение помазания. Я тебе клянусь, что ты увидишь деньги, ты увидишь. Я потихонечку отходил от мыслей про деньги, и потихонечку мне нравилось просто, что у меня есть власть это делать. Вау, вот это вот уровень. Мне должна нравиться власть, высвобождать помазание. Потому что это только боги могут такое делать вообще. Это простые смертные не могут. И вот, и потом... Ладно, возвращаемся. Если не служить, то изобилие помазания не проявится. Вот преломление, это, значит, возгревание, это то, что ты делаешь один. Преломление, для чего нужно, если ты один? Преломление, это публичное служение. Ты выходишь, или один на один кому-то ломаешь, как Илия вдове приумножал, да? Либо, как Иисус, ты эти хлеба и рыбы преломил. То есть, что я хочу сказать, что для умножения это важно, это то, что будут видеть уже твои глаза. Иногда что-то публично, друзья мои, не преломилось. Вот ты вроде как что-то преломил, а ничего не произошло. Это отдельная тема. В этом есть свои ловушки. Бывает, что не произошло сразу. Вот в моем служении вообще просто сотни примеров. Через год тебе звонят, что оказывается произошло. Но я просто нетерпеливый. Мне надо все и сразу. Мне надо, чтобы служение закончилось, и очередь свидетельств стояла. Вот мне это нравится. Эфир закончился, и я хожу и говорю, где свидетельства? Они говорят, да уже есть там 50 свидетельств. Я говорю, это мало. Ну, мало, и все, я хочу больше. То есть, и нормально ли это? Или надо благодарить Господа за каждый пальчик там? А я благодарю Господа за каждый пальчик. А представьте, как я его благодарю, когда пальчиков миллион, например. Я вообще буду бегать по стенкам. Поэтому нормально избегать этих ловушек и верить в то, что все равно происходит. Для начала. Не просто, знаешь, в последующем ты будешь прямо чувствовать, что что-то произошло. Видите это. Но для начала просто надо стоять на том, что помазание преломляется. Не позволять себе впадать в такие ямы, что ничего нет. Какое помазание я вообще не чувствую. Я говорю себе, я чувствую. И я чувствую. И ты так тоже делай. Я сейчас не буду на этом задерживаться. Смотрите. Есть такие фразы в Библии. Благодать излилась. Вот из уст Иисуса. Благодать излилась. Люди что-то почувствовали, которые слушали это с наслаждением. Они пережили что-то, почувствовали. Второе выражение. От него исходила сила. То есть люди чувствовали, что от него веет чем-то. Это помазание. Все это о служении сына вышедшего служить. Служение это всегда шаги веры. И именно это золото огнем очищено. И третье выражение, которое я хочу привести в пример. Каким образом преломляется. Смотрите, написано. Открой уста и я наполню. Всем известным всем известное выражение верующим. Представляешь, что давай от обратного. А уста не открою, не наполнится. То есть мне надо постоянно, чтобы благодать изливалась, чтобы это помазание преломлялось публично. Мне надо делать это. Просто некоторые служители, они думают, что я пойду тогда преломлять, когда вот я уже прямо вот каким-то образом буду уверен, что у меня тут избыток. Заботясь об избытке, возгревая, тебе надо постоянно выходить и преломлять даже те крупицы, которые ты пережил лично. Преломлять, преломлять, и их будет больше. Потому что пять хлебов и две рыбки, это было очень мало для такого количества. Но Иисус взялся за это. Это говорит тебе, сколько бы ты не чувствовал, мало. Один из способов преумножения, это преломлять то, что есть. Не жди, пока ты, знаешь, великий помазанник, знаешь, станешь в комнате у себя, и тогда я выйду, и все узнают. Сначала тебя должен узнать один человек, два человека. И твой путь уже начался. Возможно, что случится так, что сразу и много людей тебя будут слушать. Но суть в чем? Есть то, что ты переживаешь лично в возгревании, и есть то, что ты преломляешь. Открываешь уста, значит, пользуешься трансляцией исходящей силы. То есть, это всегда должно быть ощутимо. На одном из служений я пел на языках, и у одной женщины было истолкование. Я пел на языках, и прямо женщина получила истолкование, о чем я пою. И вот, что я пел. Самое драгоценное, что есть у тебя, это масло. Раздавай его, и тогда оно приумножится, иначе масло пропадет. Вот это то, что я пропел на иных языках. Может ли пропасть масло? Может, если оно никому не попадет. Кому же достанется все то великое богатство помазания, которое у тебя есть? Никому. Переходим дальше, друзья мои. Чуть-чуть подведу итоги. Мы говорим, что есть лицензия на продажу масла, что все, кто хочет служить в помазании, это не бомжи. Иисус эту лицензию проверил на своих ребятах. Это не по прошайке. Он говорит, нуждались ли вы в чем? И сказал такую фразу, потому что трудящийся в помазании достоин награды. Он вообще сказал, трудящийся достоин награды. Но в частности, это было о них, которые пошли высвобождать помазания, проповедовать Евангелие. И он говорил им действовать смело. Специально сказал, едите без ничего, чтобы все видели, что у вас ничего нету и давали вам деньги. Но некоторые так и воспринимают. На самом деле, это было для них. Не берите ничего, вы убедитесь. Все у вас будет окей. И мы говорили о том, что нельзя продавать свою еду. Никто не продает свою еду и одежду. То есть, ты всегда должен заботиться, чтобы переживать помазание просто для себя. Потому что, если ты его не переживаешь, а тебе оно надо только для служения, скорее всего, ты будешь очень уставать, мучиться. И деньгами это точно не закончишь. Ты все бросишь. И мы говорим о том, что способы преумножения, это возгревание, расширение личное, то, что ты можешь делать каждый день и наслаждаться этим. И в то же время публичное преломление. То есть, выходить и делиться тем, что есть, даже теми крупицами, что ты пережил. Это верный способ быстро увидеть избыток ощущений помазания, явлений помазания, то, что мы называем хлебом. Амин. Теперь, я обещал сказать, что такое купить без платы. Если нету денег, если нету платы, то, что значит выражение купи без платы. Зачитаю. Исайя 55, 1. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Все бы хорошо, если бы было написано берите без платы. Но написано покупайте без платы. Ломается голова. Ну, как можно купить, что означает обмен материальными ценностями? Без платы. И вот, что это означает. Когда речь идет о молоке, вине, это о помазании, и говорится, берите без серебра и без платы, это означает вот что. Вы должны запомнить это. То, что вы сюда даете, это не плата. Он говорит, покупайте без платы, это означает, то, что вы сюда даете, это не плата. Запомнили? Потому что нет столько серебра, чтобы это купить. Нет. Вот истинный смысл. То есть, если ты даже принес какое-то серебро, никогда не почитай это платой, потому что это не плата. Но желание иметь отношение как покупатель одобряется. Он говорит, неси, что есть, и никогда не почитай это платой. И поэтому, что говорит Павел? Наставляемый, делись всяким добром с наставляющим. Делись. Всяким добром не написано ни цена, ни ничего. Просто делись всяким добром. И это очень правильно. Такое настроение, это хорошо. Сейчас я буду, подведу вас к методу Авраама. К методу Авраама, который показал нам, что такое вообще царский подход к этим вещам. Для чего я это говорю, друзья мои? Для того, чтобы так работало в вашей жизни. Когда я узнал эти вещи глубокие, как это работает, все стало намного веселее. И с помазанием, и с финансами. И так будет у вас. И так. Еще раз говорю, покупайте бесплаты, означает, что Господь как бы предупреждает. Он говорит, потому что внесенное вами, то, чем вы делитесь при этом, это не плата. Плата, это внесенное мной. Потому что мы знаем, кто за все заплатил. Берите бесплатно. Есть такое, знаете, вот, когда я говорю, у меня курсы бесплатные. Вы даже не представляете, сколько тысяч людей прошли проверку на это бесплатно. Показав себя с очень недостойной стороны. Не хочу никого упрекать, но я уже говорил об этом. И еще скажу, что не то, что недостойно, что они там чего-то недостойны. Они не проявились еще в царском достоинстве, в царском сознании. Что это означает? Берите бесплатно, вообще откуда это выражение взялось? Это есть такая восточная мудрость. Знаете, вот звучит примерно так. Это стоит всей твоей жизни, но бери бесплатно. И ты такой думаешь, блин, ну если это стоит всей моей жизни, а мне отдают бесплатно, может я хоть что-то могу дать? Вот это нормальное мышление, нормального, процветающего человека. Потому что, внимание, у язычников слово бесплатно означает, что это ничего не стоит. И у многих сынов до сих пор еще слово бесплатно вызывает ассоциацию вот эту, что оно ничего не стоит. Запомните, бесплатно и ничего не стоит, это две разные вещи. Это совершенно две разные вещи. Когда тебе говорят, бери бесплатно, хорошо бы тебе поучиться у Авраама. Это называется метод царей, метод Авраама. Знаете, я скажу, я уже близюсь к завершению, да, смотрите, как действовал Авраам. В Бытие 28 главе есть такая история, когда он просил поле купить для похорон своей Сары. Она умерла, Сара умерла, и он хотел ее похоронить и пришел купить поле. И там была пещера, где он хотел похоронить. Ну и хозяин, чтобы понятно был хозяйственный вопрос, хозяин этого поля, там была пещера и поле. Ему невыгодно было продавать пещеру для похорон отдельно от поля, потому что ну это как одно было. И он говорит, ну забирай как бы все это. Да, вот у них состоялся такой диалог и сыны Хета отвечали Аврааму на его просьбу. Послушай нас, господин наш, смотрите, с кем они говорят. Господин наш, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из погребальных мест похорони умершую твой. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте. Авраам встал, поклонился написанное им и сказал, ну если вы согласны, попросите Ефрона, чтобы он продал мне пещеру, которая у него в конце поля, чтобы за довольную цену отдал мне ее посреди вас в собственность для погребения. И вот этот Ефрон, он ему говорит, нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем. То есть, он говорит, видите, вы говорите, дайте мне пещеру, он говорит, нет, я даю тебе и поле, и пещеру. Это восточная переговорная часть в торговле, я ее стал сильно понимать, когда начал жить в Турции. Он говорит, ты господин мой, и говорит, нет, забери и то, и это. То есть, он ему говорит, ну, как-то пещеру, без поля, давай ты и поле забирай и похорони. И смотри, он говорит ему, даю тебе перед очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую свою. Представляете, смотрите, они говорят, дарю тебе, сейчас вы поймете, ну, эта речь не шла о том, чтобы взять и просто бесплатно отдать. Это часть переговоров на Востоке, Иисус именно этим и пользовался, понимая, что все, кто его слышит, все, кто это воспринимает, они понимают правильно. Смотрите, во-первых, Ефрон, прежде чем говорить, дарю тебе, он воззвал к царской природе Авраама, он говорит, ты князь Божий посреди нас. Знаете, как это звучало? Говорит, я знаю, что ты царь, и не будешь поступать как язычник, просто забрав поле и ничего за это не заплатив. Ты будешь действовать по-царски. Я сейчас с тобой говорю как с князем Божьим. Так вот, друзья мои, когда я, например, высвобождаю людям помазание, первое, что я им транслирую, ты сын. И я ожидаю, законно ожидаю, как Иисус, говорит, купил меня, что человек с царским достоинством не будет делать вот таких дурацких вещей, как хапать и считать, что я ему, то, что я ему дал, оно не имеет цены. Потому что царь, он всегда знает, и они апеллируют к нему, к его достоинству, говорят, ты среди нас князь Божий. Поэтому, конечно, во-первых, мы не можем тебе сказать цену, ты же князь Божий. И я тоже, когда разговариваю с вами, как с сынами или как с царями, и вообще, каждому человеку, открыв в нем достоинство царское, сыновнее достоинство, я не могу ему цену называть. Во-первых, этой цены нету, во-вторых, называя ему цену, я унижаю себя как царя, как сына Божия. Это разговор между князьями, они, ну вот сели цари, представляете, сели князья, и разговаривают. Ты среди нас князь Божий, бери бесплатно. И в этот момент, вот представьте, что нормальный человек, он должен подумать, ну если я князь Божий, как я возьму бесплатно? Вы что, я же не язычник. Вот это вот, понимаете, вот это вот, сынам это надо понять. Что я еще хочу тебе сказать за помазание? Если ты, у тебя, первое, если ты хочешь, чтобы у людей по-настоящему твое помазание, твоя трансляция вызывала желание дать денег, я сейчас не учу выманивания, я просто говорю, что, что должно звучать? В его жизнь, внимание, это секрет, это то, ради чего вся эта проповедь, в его жизнь должна идти трансляция, ты сын Божий. Вот как этот Ефрон, он говорил, ты князь Божий посреди нас. И Авраам тут же захотел дать ему денег, без всякого торга. Поэтому некоторые люди, они несут не Евангелие, а потом удивляются, что им денег дать не хотят. А с нас они смеются, говорят, о, вы там, типа, слух людей ласкаете всякими интересными учениями, обещаете им процветание. Конечно, если мы такое будем проповедовать, нас тоже будут слушать, а мы проповедуем правду, обличаем о грехах. Я говорю, так если вы обличаете о грехах, внимание, вы уже не правду проповедуете. Потому что обличать, это показывать лик, истинное лицо. Твоя проповедь должна показать лик человека, как сына Божьего. И когда вот будет, как с Авраамом, когда я ему, когда мне с помощью помазания, друзья мои, ни один человек не может узнать сына Божьего, написано, если дух отца не откроет, помазание, ты даже в самом себе не можешь его узнать без помазания. Единственное, почему человек поверит, что он сын Божий, это если через меня действует помазание. Посмотрите, сколько сынов поверило, что они сыны через мое служение, по-настоящему, что они сыны Божьи. Не просто детки Божьи, все мы дети Божьи, только в аду почему-то процентов 90 оказывается, судя по статистике религиозной. А открыть в человеке сына может помазание. И когда моя трансляция снабжена таким помазанием, которое открывает в человеке сына, как он тогда не захочет поделиться с наставляющим? за то достоинство, которое ты в нем открыл. Это, кстати, и признак того, открылось ли достоинство. Если оно не открылось, он думает, это бесплатно. И опять, назвался сыном Божьим, а остался язычником. Вау. Поэтому я знаю, кто из вас язычники. Я шучу, друзья мои. И давайте прочитаем это дальше. Мы говорим, метод Авраама. Вот этот, Ефрон говорит ему, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами народа. Смотри, сказал два раза даю, и один раз говорит, дарю тебе ее. То есть даю, знаешь, чтобы понятно было, дарю. Он говорит, хочешь, бери, даром, даром, бесплатно, похорони умершую свою. И написано, Авраам поклонился перед народом землитой и говорит Ефрону вслух перед всеми, если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою. То есть он сразу говорит, возьми серебро. Вау. Красавчик, да? И кто-то может сказать, ну это он из приличия, возможно, там, нет, нет, нет. Авраам даже думать не собирался, брать что-то бесплатно. И это царская позиция, отреагировал, да. То есть эти ребята говорят, ты князь Божий. Да, Авраама такой, да, я знаю, я князь Божий, у меня с отцом, с Богом отношения, я его друг, как это я тут, знаешь. Ему даже стыдно, возможно, было за то, что они считают его князем Божиим, он еще что-то возьмет, на Бога плохо подумают, что такое у тебя и Бог, знаешь. А у нас почему-то сыны Божьи не стесняются, что подумают про их Бога так. Вот странно, очень странно. Не хочу никого вину нагнать, но надо подумать. И вот как происходит восточный диалог. Ефрон ему говорит, господин, послушай, земля стоит 400 сиклей серебра, 400 сиклей серебра, для меня и для тебя, что это? Вот цари так говорят. Ну что такое, как Павел говорит, что такое, если я пожну с тебя телесно, что это вообще? Знаешь, Павел с царями разговаривает, с царями разговаривает. Он говорит, да что для вас это вообще? Вы хоть поняли, что вы приняли? Как вы думаете, для Авраама важно было свою любимую жену, которая ему первенца родила, похоронить достоинство? Для него это вопрос жизни и смерти был. Поэтому, когда он решает вопрос жизни и смерти, что такое деньги вообще? И когда я служу помазанием тебе, это вопрос жизни и смерти. Что такое деньги, которые ты можешь давать? Знаете, и почему я про себя сейчас так говорю? Я хочу, чтобы у тебя так было. Если ты сам так не считаешь, тебе не будут деньги давать. Не будут. И он ему, по сути, это восточный способ озвучивания цены. Есть переговорный процесс. Говорят, бери бесплатно. Уважаю себя восточные джентльмены, они говорят, ну как бесплатно там? Он говорит, ну стоит там 400 сиклей. Ну нам это что такое? Бери бесплатно. Тот такой, ну услышал 400 сиклей. Смотрите, что делает Авраам. Авраам выслушал и отвесил Ефрону серебра. Столько, сколько он объявил вслух сынов хитов. 400 сиклей серебра, которые ходят у купцов. Поняли? Бери бесплатно. Говорит, у меня есть серебро, я могу отвесить, ну хоть что-то, знаешь. Он говорит, да, ну 400, озвучивает цену. И Авраам не говорит, ааа, вот так вы и хотели подарить, знаешь. Не тот, не та, не другая сторона. Эти не думали про него, что он хапнет бесплатно. А Авраам, в свою очередь, не думал, что он может не отвесить серебра. Вот это разговор двух царей. Бывает, что в этом переговоре, в этом как бы взаимном общении, служении, одна из сторон не познала себя, как царя. И тогда он говорит, ааа, аллилуйя, папочка все нам бесплатно делает. И не понимает, что папочка повелел, служащему в помазании, жить от пожертвований, жить от этого, от Евангелия. Представляете? Он еще этого не понимает, поэтому он говорит, а, все бесплатно. Я представлял, это Авраама в этой роли. Он такой, аллилуйя, хвалю моего Бога, вы мне бесплатно. Знаете, что там было? Эти сыны, как их там, хетовы, или как их там, ну, короче, сыны эти, хетовы, да, они бы посмотрели друг на друга и думают, что-то мы с Божьим князем тут погорячились, короче. Проходимец. И это слух бы пошел, и имя Бога было бы в неуважении. Поэтому уважение к помазанию должно быть, друзья мои, с Божьим не торгуются, знаешь, и Авраам не стал говорить, 400 что-то многовато. Вот. Я, кстати, знаю, что 400 сиклей на те деньги это не было мало. Вот. Они приуменьшили эту цену, типа, ну, все по-восточному. Это 400 сиклей, хорошая сумма, но сыны хетовы, говорят, это ж ерунда для тебя, ну, что такое. У меня когда-то был проект, и мне сказали, тебе нужно, тебе нужно внести такую сумму там за короткое время. и там сумма просто баснословная для меня была. И сестра, с которой я разговаривал, она мне вот такую фразу сказала, говорит, да что для тебя, Андрей, 100 тысяч долларов? Я говорю, сколько там, да ты что? И она говорит, ну, что для тебя такое 100 тысяч долларов? Я говорю, ты же ж людей многогранному процветанию учишь. Вот ее этой фразы, она не сильно там посвящена в служении, ее этой фразы хватило, чтобы меня в чувства привести. Я такой, да, правильно, для меня это ничто. И это деньги не те, которые мне надо было хапнуть и там потратить, красиво пожить, а мне нужно было их родить, инвестировать в проект. И как вы думаете, получилось у меня или нет? Конечно. Потому что я же князь Божия, получилось, я это сделал. Деньги в проекте, они уже работают и приносят прибыль. Халилюя. И последнее, что скажу, друзья мои, когда ты, а вы как думали, все будет так, как я хочу. Знаете, кто-то думает, ого, так у Яковишина там денег целая куча. Друзья мои, я дух животворящий, я приумножаю, преломляю. У меня разные есть ситуации, разные истории. Главное, не терять своего достоинства, вот как, ты же князь Божий. Какое это имеет отношение к продаже помазания? Ты увидишь, что твое собственное отношение к помазанию очень сильно, и даже, я бы сказал, пропорционально тому, как к твоему помазанию будут относиться люди. Не всегда так будет, что прям все такие благодарные, все будут давать, но ты увидишь, что там, где тебе не дали те, кому ты служил, придет из другого источника. Точно. Сто процентов. Почему? Напоминаю, потому что в самом помазании заложено, вы знаете, как расписка Бога, оплачено. И если она оплачена, так прям можно задать вопрос, а где? Поэтому не думай про оплату, думай про помазание, оно включает оплату. Еще раз, еще раз я говорю, это очень легко. И даже это, знаете, почему легко? Потому что тебе вопрос с деньгами, не надо забивать им голову, а не в помазание. Умножаешь помазание и знаешь, там есть бабки, там есть изобилие, там есть успех, помазание мое все. И поэтому, есть уровни, конечно, мы, может быть, еще когда-нибудь мы за это поговорим, есть уровни, я просто упомяну, есть уровни, где, значит, ты служишь людям и вот эта еда, там, одежда и будем довольны и все такое прочее. Что это означает? Это означает, что это примерно тот уровень, когда ты послужил людям в их нуждах. И получается, что просто восполняются твои нужды, твои желания, там, какие-то, да, а есть момент наделения, вот то, о чем я ревную больше всего и двигаюсь в этом, наделение, когда ты берешь человеку, даешь помазание, ну, я говорю человекообразно, даешь помазание, из-за которого у него начинается сверхъестественная жизнь. Как вы думаете, ну, давайте говорим таким финансовым языком, если я восполнил твою нужду, или я, например, ну, это один уровень, а если я взял тебя и поместил учиться в Гарвард, оплатил все твои расходы, ты все, ты выходишь через 4-5 лет другим человеком, уважаемым во всем мире, ты закончил Гарвард, ну, например, или сделал тебя владельцем там нефтяной скважины, ты опять, ты уважаемый человек, все, твоя жизнь изменилась, то есть бесконечно, я вместо того, чтобы дать тебе поесть, я сделал у тебя источник, где ты можешь есть всегда, уровень, я сегодня уже не хочу просто взять и исцелить, ну, я хочу исцелить, но я стремлюсь к большему, чтобы ты исцелял, я сегодня стремлюсь к большему, не просто, чтобы у тебя деньги на карточку пришли, а чтобы ты это делал, вот это наделение, которое, это другой уровень, и деньги там другие, потому что, когда у человека, например, восполнилась нужда, он взялся, ты в восполнение финансов, тебе чуть-чуть поделился, увеличилась зарплату, а то он поделился но когда у него радикально меняется жизнь друзья мои там энергии совершенно другие к чему я говорю ревнуйте о дарах больше что это означает то есть ревнуйте не просто о том чтобы нужды восполнять это номер один но есть уровень где ты делаешь людей которые уже сами могут восполнять нужды и это в принципе это смысл открывайте сынов большинство служителей религии не заинтересованы открывать сынов потому что они сразу окажутся не нужны не понимая что когда ты открываешь сынов сыны друг друга понимают и дружба возникает возникает целая вот эта небесная цивилизация они боятся небесной цивилизации потому что ну а как я туда буду избранным мне надо баранов целая толпа тогда я буду чувствовать себя среди дебилов умным понимаешь а мне не надо я хочу иметь общество на эти джентльмены умные господа там делайте ваши ставки нашу все так было понимаете общаться вот с такими сынами которые говорят бери бесплатно я говорю то я заплачу я хочу сидеть с такими ребятами которые когда речь идет о том чтобы за что-то заплатить они да я заплачу да нет я заплачу знаешь не ждут что пусть он сегодня заплатит прямо наперебой чтобы я хочу запада не слушай ну что ты меня обижаешь я хочу поучаствовать в этом дальше вот мне такое хочется уровень поэтому конечно же мы говорим о наделении как о таком уровне хорошим и стремитесь к этому потому что там деньги намного больше там намного больше энергии и и удовольствие в жизни там широта действий там многие страны и там все что ты хочешь вот в этом поэтому мой друг если ты решил посвятить свою жизнь продаже масла я сегодня объявляю и сейчас будем принимать причастие шутя есть лицензия прямо я сегодня объявляю тебе что у тебя есть лицензия у тебя есть на и шут привилегия возгревать знаешь когда тебе говорят возгревай это значит внимание что ты можешь это делать кто бы тебе говорил это делать если ты не мог возгревая расширяй свою внутренность переживая его как умеешь можешь петь можешь танцевать что хочешь делай но пожалуйста только не говори что ты не можешь почувствовать потому что чувства в твоей власти как и рука с чувствами не случился паралич не случился инсульт они живы точно так как ты когда хочешь испытать какое-то чувство включаешь телевизор находишь подходящую программу и она питает твои чувства радость жесть там любовь эротика все срабатывает от того что ты видишь кто тебе мешает видеть эти картины перед своими глазами и напитываться чувствами что ты можешь раздавать помазание преломлять открывать уста которые гарантированно отец говорит я наполню если ты будешь выходить и открывать уста заполнять умы людей образами небес открывать в них сынов давать им сверхъестественную жизнь это просто сказка друзья мои как не может быть денег в этом как не может быть в этом прибыли как не может быть в этом потрясающего успеха религия не познала это она говорит о служении вот сколько труда давай и бог говорит да закройте вы храм лучше в новом завете это перевод такой звучит да закройте вы ваши рты тогда он говорил закройте храм просто и не не дурите голову а храм теперь это мы поэтому как закрыть храм рот закрой просто и все не говори такого не говори такого потому что помазание оскорблять нельзя это очень прибыльное масло это драгоценное масло это благоухающая мира это сан христос халлилуйя если ты увидел себя в этой ипостаси то вот снова причастие ты вспомнил кто ты ты вспомнил для чего ты здесь и ты утвердился в том что ты можешь это делать скажи со мной я могу это делать я могу это делать через меня течет помазание это и есть моя плата она возбудит небо и землю чтобы деньги приходили я слышу от помазания эту трансляцию нуждаешься ли ты в чем-то когда идешь со мной нуждаешься ли ты в чем-то когда когда я на тебе я говорю нет дух животворящий мы с тобой одно я ни в чем не буду нуждаться принимай причастие скажи я самый успешный продавец масла самой эксклюзивной лицензии царства моего отца отец я благодарю тебя я прямо сейчас вижу как как будто стоят сыны божьи я вижу этот прямо картину стоят сыны божьи в светлых одеждах и у каждого в руках такой как лицензия в рамочке в такой продавец масло купи у меня это только сын божий может иметь такую лицензию никто не может это делать я знаю этот образ а тебе подними сейчас свои руки мой друг пускай это расширение возгревание которое происходило весь этот урок я говорю сегодня духом божьим пусть она проявится в преломлении проявится в преломлении чтобы ты мог есть до избытка и радоваться и я ни в чем не нуждаюсь нет у меня изобилие я раздаю и давай скажем это потрясающее слово про транслируем это помазали просто повторим 7 раз я чувствую что хочу это сделать 7 раз со мной вместе прямо выдохни это слов произведет помазать 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 вау если ты делал это искренне ты должен был почувствовать как волна от тебя прямо она густая пульсирует растет можешь пересмотреть этот урок еще раз и понаслаждаться удивительным откровением о том как помазание обеспечивает твою жизнь ну что ж дорогие друзья у нас остался последние уроки это будет в основном молитва молитва я буду молиться за всех кто прошел курс меч соломона до конца это будет крутая молитва с наделением на финансовое процветание на управление на владычество и конечно же помазание драгоценное помазать спасибо друзья я знаю что это послание она также кого-то смотивировала вернуться в ночь гаваона произвести нормальное даяние поэтому наши реквизиты будьте царями божьими будьте князьями божьими никогда ничего не халтурьте не берите ничего бесплатно берите даже те у кого нет серебра не считайте это платой спасибо за ваше внимание я люблю вас пока мы нищий и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя название потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы когда это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочное служанкам беру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветания не здесь процветание здесь я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание а